Дворец спорта Федерация фигурного катания, которая на протяжении последних четырех лет содержит большую ледовую арену и организовывает на ее территории тренировки и соревнования. Предыстория этой ситуации начинается в 2016 году, когда Дзюшор Льдинка заключила договор с частным инвестором. В этот момент значительная часть помещений Дворца спорта находилась в заброшенном состоянии. Ледовая арена давно не работала, а сама территория простаивала, была захламлена и разрушалась. После заключения договора аренды инвесторам были вложены в этот объект серьезные средства, за которые началась работа по восстановлению ледового катка, а также ряда заброшенных помещений, раздевалок и других подсобных объектов. Из Дворца спорта было вывезено около 20 грузовиков мусора для восстановления работы ледовой аренды, была переустановлена система вентиляции и электроснабжения. А в заброшенных раздевалках, где до этого ютились бомжи, были проведены ремонты и открытый боксерский зал, зал с сухим льдом, точильная комната, кафе, восстановлены трибуны, раздевалки и другие необходимые для работы ледовой арены объекты. Но самое главное, благодаря этим усилиям после почти 20-летнего простоя была реанимирована и открыта большая ледовая арена, единственная в Одессе. Это позволило многим юным фигуристам и хоккеистам города приступить к полноценным тренировкам, участвовать в соревнованиях и развиваться. А в одесский Дворец спорта вернулись крупные турниры, в том числе и международного уровня. Результаты этой работы не заставили себя ждать. Уже через несколько лет юношеская хоккейная команда «Морские волки», которая занимается на этой арене, стала чемпионом Украины по хоккею среди детей 2007-2008 года рождения. Но такие успехи одесских хоккеистов и фигуристов не прошли бесследно. Директор КП «Дворец спорта» Сергей Булыгин-Шрамко начал регулярно направлять ряд жалоб на представителей Дзюшор-Льдинка, обвиняя их в коммерческой деятельности и присвоении заработанных средств. С его подачи в сети интернет появился ряд публикаций о том, что арендаторы якобы зарабатывают на ледовой арене миллионы, не платят налогов и превратили каток в средства обогащения. Все эти обвинения не имеют под собой абсолютно никакой почвы, заявляют спортсмены и тренеры. На самом деле, директор коммунального предприятия все это время препятствовал их работе и уничтожал все спортивные начинания, которые были сделаны за эти годы. Та часть помещений, которая осталась под его руководством, за эти четыре года превратилась в развалины. Большая часть этих территорий находится в запустении, не используется и продолжает ветшать. Хуже всего то, что на этой части Дворца спорта находится силовая установка энергоснабжения. Для нормальной работы ледовой арены необходим капитальный ремонт этих узлов, что позволило бы сделать работу катка круглогодичной. Но директор коммунального предприятия всячески препятствует этому, срывая таким образом развитие спортивного сооружения. Более того, за минувшее лето под руководством Булыгина Шрамко была вырезана и вывезена значительная часть системы вентиляции помещения. Куда пошли средства с ее продажи, также неизвестно. Директор до сих пор содержит штат административных работников из более чем 30 человек. Кто все эти люди и чем они занимаются в полузаброшенных помещениях, до конца не ясно. Но все средства, выделяемые областным советом на работу Дворца спорта, тратятся на зарплатный фонд этих работников. При этом у предприятия с каждым месяцем растут долги за электричество и коммунальные услуги. Сумма задолженности на данный момент перевалила за полтора миллиона гривен. Множественные попытки добиться от директора КП финансовой отчетности каждый раз заканчиваются ответными обвинениями в коммерческой деятельности во Дворце спорта и требованиями разорвать договор и покинуть территорию ледовой арены. В ответ на отстранение от занимаемой должности Булыгин Шрамко организовал акцию протеста под стенами Дворца спорта. В понедельник утром 23 ноября он собрал несколько десятков сочувствующих и выступил перед ними с заявлением о том, что его якобы незаконно сняли с поста директора и мешают работать. Митингующие даже пытались перекрыть движение на проспекте Шевченко. На место была вызвана полиция, а отстраненному директору пришлось написать объяснителю и представителям охраны правопорядка. То есть, по сути, Сергей Булыгин Шрамко, являясь директором арены, абсолютно никак ее не развивает. Уничтожает оставшееся помещение, тратит весь бюджет на содержание раздутого и абсолютно ненужного административного штата и при этом пытается выжить из помещения представители Федерации фигурного катания, которые нашли инвестора, реанимировали ледовую арену и организовали на ней занятия для сотен одесских фигуристов и хоккеистов. Создали для них условия, возобновили лед, привлекли специалистов и организовали работу. На данный момент директор коммунального предприятия «Дворец спорта» отстранен от работы, а расследованием его деятельности должны заняться правоохранительные органы.